При спасении, что его сейчас, ребят, на этом голдике убьют. Ой, я его убил, ноль! Кого? Затролил нахрен Джиггербаута и сам же его убил? Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня мы с вами будем записывать довольно-таки интересный видеоролик на моем канале. Это, ребята, кто не понял, у нас Добрый Патруль, и сейчас у нас начинается просто какое-то чудо несусветное. Короче, мне в голову пришла одна гениальнейшая идея, я надеюсь, вы, ребята, ее оцените своим лайком. Если вам она понравится, обязательно ставьте свой лайк, также не забывайте писать комментарий, что вам понравилось, либо не понравилось. Вот мне будет очень интересно посмотреть на ваше мнение. Короче, кто сейчас понял, я нахожусь в режиме Джиггернаута, вот, и вы, наверное, уже догадались, что у нас происходит в рубрике Добрый Патруль. Я, если, ребята, сбрасываю золотые ящики, но будет и у нас такая небольшая фишка. Как известно, я у нас не порчу битвы именно в командных битвах, ну, кому это интересно за голдиками кататься, они в демочке катаются, кому не интересно, они, соответственно, не катаются. Здесь же у нас будет такая тема, то бишь, челики у нас катаются на Джиггернаутах, и если им, в принципе, не интересны эти голды, они просто-напросто будут убивать чуваков и заканчивать битвы, ну, очень быстро, очень досрочно. Если же их будет очень манить, так сказать, голдики, они, соответственно, будут у нас лошать, и Джиггернаута будут своего просирать по КД. Поэтому, ребята, сейчас что мы делаем? Зашкеримся, во-первых, так в кустиках и начинаем кидать наши голдики. Посмотрим вообще, как у нас будет проходить эта битва, насколько быстро у нас будут меняться Джиггернауты, и самое главное, будут ли Джиггернауты вообще охотиться за этими голдами. Ну, мне почему-то кажется, что они будут, вот прям вот серьезно, вот все вообще, и никто не будет там что-то где-то кого-то... Ну, вот видите, уже один Джиггернаут у нас поехал за этим голдом и просрал его, просто, ребят, поехал за голдиком, просрал этого Джиггернаута, свой сильный танчик. Я даже, кстати, не знаю, он взял ли его или не взял. Кстати, у нас сейчас Джиггернаутом стал чувак на довольно-таки высоком звании, и вот он ЯХЗ на самом деле. Будет ли у нас пытаться брать эти голды? Вот, и что он предпримет? То есть, просто-напросто келя челиков, которые у нас за этими голдами охотятся. Ну, смотрите, этот молодой человек у нас не подался на мой троллинг, и как бы действительно он просто-напросто убивает чуваков, и особо вроде как за голдами у нас не катается. Так, ник у него довольно-таки короткий, поэтому его будет очень легко отследить. Так, ну, я не знаю, голдик, в принципе, сыпется, челик вообще на эти голды не обращает никакого своего внимания. Так, ну, смотрите, одну точку он вроде как заметил, и даже один, ребята, голдик он у нас забрал, в общем-то, с чем мы его и поздравляем, наверное, да, может быть и нет. И, кстати, у него сейчас есть возможность взять еще и второй золотой ящик, да, и интересно, он будет его брать или нет, или все-таки у него его отожмут. И заберут нафиг джиггернаута, да? Но голдик, походу, у него не отжали, да? Голдик, мало того, что не отжали, так у него еще и джиггернаута не отжали, красавчик! Не, ну вот таким училиком респект. Ну, получается, отжал у нас 2 или 3 голда, я уже не видел вначале, он здесь брал. Сбоку голдик не рассмотрел, ребята, если что, мне потом тайминг в комментах скините, и обязательно чекну, там, забрал он его или нет. Вот, ну, блин, круто, поздравляю! Ну, а мы тем временем, ребята, переносимся на следующую карту и будем смотреть, как у нас там будут джиггернауты относиться к голдикам. Поехали! Так, ребята, следующая карта, это у нас магистраль, тоже довольно-таки большие звонки, здесь есть у нас младшие лейтенанты. И давайте сейчас как раз-таки вот этого вот одного из младших лейтенантов проверим. Я у нас сбросил золотой ящик, и я вижу, я вижу, ребята, что он у нас уже просто беспросветно летит на эти самые золотые. И что-то мне кажется, что он сейчас его будет просирать, потому что битва у нас, ребята, не с самого начала, это вам как раз-таки тот самый показатель, что у многих уже здесь есть овердрайвы, которым как раз-таки они могут завалить этого чувачка. Так, ну, смотрите, в общем-то, первый голдик он отжал на своем танчике, на своем джиггернауте, но сможет ли он отвертеться от как раз-таки всей вот этой толпы чельков, которые его просто будут нагибать очень и очень жестко. Так, ну, чувак, блин, я в голдике тебя кидаю, как бы, а ты, я даже тебя не бил, можно даже так сказать, а ты меня, блин, дубасишь, как какую-то скотину. Так, ладно, в общем-то, там челика у нас задубасили, да, все, очередной, ребята, джиггернаут у нас нафиг просто затроллен, потому что он у нас повелся на голдике и все-таки пошел их отжимать. Хотя, мог бы, вот, закончить у нас красиво как, с 50 киллами, просто, опять же, мои предположения, что же у нас происходило. Максимум бы, там, один или два чувака гоняли бы за этим джиггернаутом, пытались его убить, а остальные просто-напросто бы ловили как раз-таки эти самые золотые ящики. Я уже теорию не раз проверял, все, ребята, очередной джиггернаут у нас поплатился тем, что он взял голдик и его, в общем-то, у нас уже завалили и убили. Вот, потому что эту теорию я уже проверял в танках, и если, как бы, ты реально на джиггернауте находишься и просто-напросто кидаешь золотые ящики, то чуваки, ой, не убивают тебя, а предпочтительно едут именно за голдами. Ну, смотрите, вот этот чувак у нас на джиггернауте довольно-таки, ну, такой нормальный, молодой человек, нормальный, он вроде как стоит на одном месте, даже никуда не хочет кататься, и вроде даже на кого-то свелся. Ну, это что, прям с чем-то, вот, как бы, серьезно, а какое у него звание? Это Ворент-Офицер второй, охренеть, чувак, да ты меня серьезно радуешь. Смотрите, голдики сыпятся, а он просто-напросто не едет, то есть ему вообще наплевать и начихать. Слушайте, ну уже вторая такая битва, и статистика показывает, блин, я, ребят, наверное, извиняюсь, беру свои слова обратно. Это, оказывается, не чувак, который у нас по статистике и по тактике играет, да, что как бы забрал джиггернаута, и он просто-напросто будет ловить эти самые голдики. Просто у нас получилась такая тема, что это нубик. Да, это нуб, который у нас особо не хочет кататься, и, возможно, даже не умеет кататься как раз-таки за голдиками. Так, посмотрим сейчас на вот этого молодого человека. У меня, в общем-то, есть вот такие вот приспочтения, что его сейчас, ребят, на этом голдике убьют. Ой, я его убил, ноль! КОГО? Затролил нахрен джиггернаута и сам же его убил? А-а-а-а-а! О-а-а! Чего-кого? Ну, давайте эту как раз-таки схему и проверим. Я в общем-то у нас на джиггернауте, блин, ну, чувак. Но, мне здесь, ребята, грубо говоря, не повезло. Как раз-таки молодой человек, который у нас находится на фризе, рестался рядом со мной, даже несмотря на то, что я сбросил этот самый золотой ящик, он, в общем-то, э-эм... начал бить именно меня. Так, ладно, давайте хотя бы сведемся, чтобы у меня были полные хп, и уже это будет довольно... Да ты серьезно, блин, я, ребят, самоуничтожился, я просто-напросто самоуничтожился, потому что попал в одну ракетку вот этого молодого человека. Ну ладно, это получилось очень круто, поэтому, ребят, приходим в третью завершающую катку, и посмотрим, как там будут себя вести чельки, которые у нас катаются на джаггернаутах. Поехали! Так, ребята, ну и тут меня закинуло просто вообще нереальным звонком. Это максимально большие звания, куда меня закидывало. Здесь, то есть, есть у нас даже капитаны. И посмотрим, как они у нас будут реагировать на то, что я сейчас буду просто закидывать эту карту голдами, будут ли они вообще охотиться за этими голдиками. Блин, ну у нас сейчас чел на джаггернауте находится на воренте четвертом. В принципе, находится на воренте четвертом, но... Поехали ли он за голдами? То есть, поведется ли он на эту штуку, и пойдет ли он отдавать, может сказать, своего джаггера? Или все-таки нет? Так, ну смотрите, пока он, в общем-то, действует довольно-таки неплохо. Пока он за голдиками у нас особо не охотится. Вроде как бы он у нас что-то там катает, что-то ездит. Но так сильно и так активно именно не акцентрирует свое внимание именно на этих золотых ящиках. А все-таки предпочтительно, ребята, делать на скиллы. Значит, я, можно сказать, делаю собачью услугу. Так, ну вот здесь, как говорится, взяла свое, так сказать, это золотое чуть-чудесное. И он решил забрать один хотя бы золотой ящик, чтобы, так сказать, порадовать своего эго. Потому что, ну блин, вроде как голдопадик, вроде как голдики все кидают. А в общем-то, я их типа не буду брать. Нет, так-так-так, это у нас тема не работает. Так-так-так, это у нас тема не пойдет. И все-таки решил у нас пару голдиков пожимать. Но он хотя бы не пару голдиков, он на один голдик обратил своего внимание. И то обратил внимание, каким способом. То бишь, мы к нему подъехали, подошли. Точнее, не мы к нему подъехали, а он просто-напросто увидел эту точку, решил уже контролить и отжал голдик. И предпочтительно, да, ребята, он занимается тем, что он просто-напросто делает киллы. Блин, ну это круто, это на самом деле очень круто. Взял он всего один золотой ящик, да, получается. Но зато получил свое, потому что немножко нектотично он начал себя вести. Выезжал на открытые позиции, я бы на его месте занял какую-нибудь бы точку. И уже от этой точки отталкивался. То есть, вот, о, так, Джаггер у нас увидел, ребята, один как раз-таки золотой ящик. И, скорее всего, он его сейчас будет забирать, да? Да, тот Джаггер его, скорее всего, заберет. Давайте, я не знаю, сделаем такую штуку, такую вещь, что скинем еще хотя бы пару голдиков, пару золотых ящиков, дабы посмотреть, а этот ли чел поведется и, как бы, поставит свой лютый танчик. И все-таки, или все-таки нет. Так, блин, ну, возле него там нету точек голда, да, и точек дроб. Да ты серьезно, чувак, меня с одной ракетой. Я, конечно, понимаю, что я на М0 катаюсь, но, как бы, все равно, немножко нечестно. Так, голдик, ребята, там лежит. Голдик просто в открытую лежит, никто его не трогает. Сейчас Джаггернауту вот забирает, да? Забирает или не забирает? Да, охренеть, не встать, просто охренеть. Не, ну, тут ему, можно сказать, повезло, потому что здесь никого рядом не было особо. И он просто-напросто подъехал, забрал. Окей. Так, ладно. Ладно, сейчас сделаем такую, ребята, штуку и такую вещь, что... Скинем еще хотя бы пару золотых ящиков Джанов и посмотрим, поведется ли он на них. Не, ну, смотрите, он, в общем-то... Блин, вот здесь вот есть у нас шикарная точка, и, скорее всего, он сейчас ее будет контролировать, да? А нет, он еще и затем решил поехать. Это я какой... Блин, ну, это, видать, мощный чувак, потому что его никто особо не может убить, а он убивает абсолютно всех. Но здесь, как говорится, жадность взяла свое, потому что Фрис у нас оказался на овердрайве Викинга и все-таки завалил его из-за траган. Хотя, я думаю, здесь бы и без голдика он его особо убил. Просто чувак реально, как бы, ну, неплохо играет на Джаггернауте, если так это можно назвать. Потому что я еще много людей отвлекал голдами. Ну, и у него, плюс по всему, прокачанные танчики, с которым он справился абсолютно со всеми. В общем-то, ребят, такой ролик у нас получился. Надеюсь, он вам понравился. Если так, обязательно ставьте ему свои царские лайки. Также не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. И писать комментарии, конечно же. А с вами был Вайдер. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok